МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с финалистами республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов Учитель года Республики Беларусь. В 2014-м победителем признан учитель истории средней школы номер 11 города Молодечно Виктор Жук. Подробности встречи в наших следующих выпусках. Вопрос о ратификации договора о создании Евразийского экономического союза рассмотрят сегодня в Минске. В Палате представителей пройдет расширенное заседание постоянной комиссии по международным делам с участием вице-премьера Сергея Румаса. Документ предполагает формирование среди стран-участниц союза единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Договор уже одобрили в Совете Федерации России и Нижней Палате Парламента Казахстана. Сейчас очередь за белорусской стороной. Отмечу начать работу новое объединение, которое позволит вывести страны на принципиально новый уровень интеграции, должно с 1 января будущего года. Александр Григорьевич. Правительство Российской Федерации выделит Беларуси кредит до 10 миллиардов долларов на строительство АЭС. Средства будут использованы для финансирования 90% стоимости контрактов между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком на поставку товаров, выполнение работы и оказание услуг во время строительства. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. А в Женеве сегодня открывается сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ней примут участие наши депутаты. Белорусскую делегацию в Швейцарии возглавляет вице-спикер палаты представителей Виктор Гуминский. Парламентарии выступят по целому ряду направлений, в том числе военно-политическому и экологическому. Последние два года были практически единогласно приняты две резолюции, предложенные белорусской стороной. Они касались защиты экономических и социальных прав в регионе ОБСЕ. В этот раз в центре внимания будет ситуация в Украине. Как мы убедились на событиях в Украине, решать те или иные проблемы военным путем не просто не представляется возможным, это просто-напросто бесчеловечно. Поэтому площадка парламентской ассамблеи, это как раз и есть та площадка, где парламентарии самых различных стран с самыми различными подходами и интересами могут вести диалог и вырабатывать конструктивные решения по разрешению этих угроз. В Беларуси и Польши намерены расширять двустороннее сотрудничество. В Бресте в рамках 18-го Белорусско-Польского экономического форума состоялась встреча заместителей главправительств двух стран. Вице-премьеры высказались за развитие контактов по всем направлениям и договорились возобновить работу двусторонней комиссии, участники которой не встречались уже 4 года. Решено, что специалисты соберутся в ноябре в Варшаве. Ежегодно наш товарооборот увеличивается, наши экономические связи, межправительственные связи, гуманитарное сотрудничество с каждым годом становится крепче, хотя 2,5 миллиарда долларов товарооборот, мы полагаем, что это очень мало. Мы должны перейти на новый этап сотрудничества и развития. Мы должны интегрироваться друг в друга. Почему? Потому что мы находимся, будем говорить, на границе ворот двух мощных экономических и политических союзов. Я заявляю, что у нас есть огромный инвестиционный потенциал, который существенно превышает тот оборот и те контакты, которые есть сегодня. К стратегическим целям нашего сотрудничества относятся транспорт и логистика. Мы очень рады, что в области сельхозпереработки поступает очень качественное сырье. Молоко здесь является лучшим примером. В числе перспективных направлений сотрудничества также были названы развитие транспортного коридора из Китая в Евросоюз и значительное расширение транспортно-логистической сети на границе Евразийского и Европейского союзов. К событиям в мире Юго-Восток Украины ожидает новую парцию гуманитарной помощи от России. Четвертый конвой отправится на Донбасс уже в ближайшие несколько дней. Точная дата пока не называется. Однако колонны с продуктами и медикаментами уже формируются. До этого Россия трижды отправляла гуманитарную помощь пострадавшей регионы Украины. Тем временем ополченцы и силовики готовятся к очередному обмену пленными. Возможно, он состоится уже в эти выходные в формате 15 на 15. На Японию брушился очередной удар стихии. Не успела страна прийти в себя после сильнейшего за последние 90 лет извержения вулкана, как на нее надвигается новая угроза — мощнейший тайфун. По прогнозам синоптиков, свои силы он достигнет уже завтра. А пока сильные дожди, вызванные приближением циклона, стали причиной остановки спасательной операции в районе вулкана. Существует серьезная угроза схода грязевых лавин. Отмечу, извержение вулкана Антака унесло жизни почти полусотни человек. В списках пропавших без вести до сих пор числятся 16 туристов. Мощный пожар на востоке России. В центре Хабаровска загорелся деревянный склад. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. На некоторое время город заволокло густым черным дымом. В тушении пожара принимали участие более 60 спасателей. Возгоранию присвоена повышенная степень сложности. Несколько часов пожарные боролись с огнем, однако здание склада сгорело дотла. К счастью, в результате ЧУП никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работает полиция. Причины инцидента выясняются. На северо-востоке Армении сошел оползень. От удара стихии серьезно пострадал большой участок дороги межгосударственного значения Ванадзор-Дилижан. На несколько часов движение по автотрассе было блокировано. Сейчас специалисты заканчивают восстановительные работы. Однако, скорее всего, в ближайшее время проезд по шоссе будет закрыт, так как все еще сохраняется серьезная угроза нового обвала. Отмечу, в последние годы в Армении участились случаи схода оползней. Так, 20 августа это стихийное бедствие разрушило 15 километров дороги, что на несколько дней остановило дорожное движение по одной из основных автотрасс страны. День тишины в Латвии. За сутки до парламентских выборов, которые пройдут в Балтийской стране 4 октября, запрещена любая политическая агитация. За 100 мест всеми будут бороться 13 партий и объединений. Но в состав законодательного органа смогут пройти лишь те, кто набрал не меньше 5% голосов избирателей. По результатам предварительных опросов это всего лишь 5 партий. В Германии празднуют День немецкого единства. В этот день в 1990 году официально воссоединились Западная и Восточная Германия. Центром одного из главных национальных праздников страны в этом году стал Ганновер. Там пройдут основные мероприятия, в которых примут участие десятки тысяч человек. С минуты на минуту начнется главная церемония, которая откроет торжественной речью канцлер Германии Ангела Меркель. После чего гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа. С Днем немецкого единства президента Германии Йоахима Гаука поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Екатерина Моисеенок, телекомпания СТВ. Только на восьмые сутки удалось найти пропавшего в Лунинецком районе пенсионера, который в конце сентября на велосипеде поехал в лес за грибами и заблудился. В милицию обратилась гражданская жена 75-летнего пенсионера. В поисках мужчины были задействованы сотрудники МЧС, милиции, местные населения, а также работники лесничества. Спустя восемь дней недалеко от деревни Дятловича заблудившегося в лесу мужчину с пакетом грибов обнаружил местный житель и сообщил об этом милицию. Как оказалось, все это время пенсионер питался яблоками, ягодами и щавелем. Ночевал он в лесу и на заброшенных хуторах. Обнаружили дедушку в 12 километрах от деревни, где он живет. Состояние здоровья пенсионера не вызвало у медиков никаких опасений, поэтому сельчанин был благополучно отпущен домой. Правило правой руки. На одном из столичных перекрестков произошла авария. По предварительной информации, водитель легковой машины 84 лет, поворачивая налево, не пропустил внедорожник, за рулем которого находилась молодая женщина. В результате удара у легковушки значительное повреждение передней части кузова, выбито лобовое стекло. Кроссовер отделался поврежденным крылом, бампером и спущенным колесом. По словам инспекторов, не обошлось без травм. Пассажирка легкового автомобиля с различными травмами доставлена в госпиталь. Отопительный сезон стартовал в Беларуси сегодня в Минске. Тепло начнет поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения города. А накануне соцобъекты начали обогревать в Витебской области. Как правило, отопление потребителем первой группы начинают включать, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура не превышает плюс десяти. А для жилого сектора столбик термометра должен показывать ниже восьми градусов. К слову, в республике уже все готово при ходу зимнего минуса. Паспорта готовности получили жилищные эксплуатационные службы, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения. Между тем, холодная погода сохранится в Беларуси на грядущих выходных. Определять ее характер в ближайшие дни по-прежнему будет арктический антициклон. Благодаря его влиянию малооблачно и без осадков. В ночные часы практически по всей стране ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Днем столбик термометра будет показывать 10-16 тепла. На этом выпуск завершен. Далее спортивное обозрение Светланы Сиротко. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии, а также на нашем сайте ctv.by. Всего доброго и до встречи в 16.30.